Жизнь и творчество Эдуарда Осадова свою очередную встречу посвятили участники литературной гостиной, состоялась которая в Ленёвской поселковой библиотеке во вторник, 10 декабря. Поэзия Эдуарда Осадова в своё время была очень популярна, да и сегодня его стихи не потеряли актуальности, пользуются любовью наших современников. Я могу для тебя отдать всё, что есть у меня и будет, и я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасным. Только знай бы, что всё не зря, что люблю тебя не напрасно. Есть у Осадовой стихи, узнаваемые по первым строкам, есть и менее известные, и те, и другие участники литературной гостиной вспоминали в своём узком кругу. Автор и ведущая гостиной Любовь Пашукова в типичной для мероприятия манере рассказывала интересные подробности из жизни поэта. Отношение к его поэзии очень неоднозначное. Его не любили критики, и даже в Запале иногда называли поэтом кухарок и восьмиклассниц. Кто-то считал выдающимся его яркий талант. За искренность прежде всего, за горячую, не знающую границ. Любовь в самом широком понимании этого слова. Любовь к родине, к женщине, к природе и, главное, к правде. Тогда его стихи, сборники его стихов, купить было невозможно. Пик его популярности как поэта пришёлся на 60-70-е годы. Эдуард Аркадьевич Асадов родился в 1923 году в городе Мары Туркменской Советско-Социалистической Республики. Его отец Арташес Григорьевич Асадьян, спозднее переменивший имя и фамилию и ставший Аркадием Григорьевичем Асадовым, участвовал в революционном движении, сидел в тюрьме за свои убеждения, после чего примкнул к большевикам. Впоследствии служил следователем, комиссаром, командиром стрелковой роты. Выйдя в отставку, женился на матери будущего поэта, Лидии Ивановне Курдовой, и сменил военные погоны на мирный статус школьного учителя. Но ему не суждено было прожить долгую счастливую семейную жизнь. Отец Эдуарда умирает, не достигнув и 30-летнего возраста. В 1929 году Лидия Ивановна собрала свои нехитрые пожитки и вместе с сыном перебралась в Свердловск, где Эдик и пошел в школу. Первое свое стихотворение он написал в 8 лет, и тогда же пошел в театральный кружок, который существовал при школе. Артистичному, начитанному юноше прочили великое будущее. Он был умен, талантлив, писал стихи обо всем, что видел, чувствовал, любил. Строил планы о поступлении в институт, но их осуществлению помешала война. Со школьной скамьи он отправился на фронт. Осадов воевал под разделением гвардейских минометов «Катюши». Сначала под Ленинградом, был наручиком орудия. Потом офицером командовал батареи на Северо-Кавказском и Украинском фронтах. В битве за освобождение Севастополя был тяжелоранен. В результате освет на всю жизнь. Эдуард Осадов никогда не стеснялся черной повязки на глазах. Считал, что душевная слепота куда страшнее физической. В автобиографии он пишет, «Вечером я пришел в райком, а утром мама, понимаете, как быстро все это оформлялось и делалось, провожала меня с небольшим рюкзачком на плечах к райкомовскому грузовику, где меня ожидала группа таких же безусых добровольцев, полных решимости сражаться с врагом до конца. Мама несла в руке букетик-гвоздик, но и так и забыла в волнении, прощаясь, протянуть их мне. И до сих пор, как тогда из машины, вижу ее одинокую, чуть сутулившуюся от горя фигурку на углу Кропоткинской улицы возле дома ученых с забытым букетом в руке. Если бы в то памятное утро, вспоминая, кто-нибудь сказал, что это последний раз, когда он видит мать, то, конечно, взгляд бы был более пристальный. Но в последний раз в своей жизни встретиться не довелось, а вот увидеть ее он больше не смог». Эдуард не переставал писать и на фронте. Немалая часть его творчества состоит именно из военной поэзии, пронизанной обостренными чувствами патриотизма, тоски по дому и одинокой матери. «За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру, и пусть между нами сейчас километры. Ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодные ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь». «Он писал, что дорога была тяжелой, немцы бомбили дорогу, изрыта была воронка неосадов. То есть командиру батареи часто приходилось выходить из машины, и во время бомбежки, и артообстрела. В один из таких моментов его тяжело ранило. Шофер сказал, «Сейчас я вас отвезу в медсанбат». Лейтенант, теряя сознание, сказал, «Сначала снаряды на батарею». А потом был госпиталь и 26 суток борьбы между жизнью и смертью. 12 операций и приговор врачей. Зрение не вернется. Но 20-летний юноша отчаяние сменил на твердую решимость жить, творить и верить в лучшее. У него осталась жизнь, в отличие от тысячи других парней, не вернувшихся с войны. Два ордена почета, медаль за оборону Ленинграда, за оборону Севастополя и многие другие награды. Таков итог войны для Асадова. Несмотря на черную повязку, на глазах Эдуард не бросил сочинительство. Окончил литературный институт, дважды был женат. Со второй женой в счастливом браке Асадов прожил 36 лет. Это была настоящая большая любовь. Жене Галине Разумовской был посвящен целый цикл стихов о любви. Я могу тебя отечествовать. Долго-долго и верно-верно Я ночами могу не спать Год и два и всю жизнь, наверное Пусть листочки календаря Облетят, как листва у сада Только знать бы, чтоб все не зря Что тебе это правду надо Он покинул этот мир в 2004 году, на 7 лет пережив свою вторую половинку. Но творчество Эдуарда Аркадьевича Асадова живо. Его стихи читают, цитируют, поют. Искренние слова его поэзии проникают в душу. Так близки и понятны они каждому. На сегодня это вся информация О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08 Мы по-прежнему работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова